Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается взаимоотношений с дочерью и подростком. У автора вопроса Яна. И что мне хочется сказать, прежде чем прийти к рассмотрению вопроса, это то, что самым лучшим способом решения данной проблемы будет обращение к психологу вам вдвоем вместе с дочерью. Вот. То есть именно такая вот совместная психотерапия, психотерапевтический сеанс. Вот. Где-то на часик, на два, вместе с дочерью, где бы вы смогли проговорить что-то, дочь смогла бы проговорить что-то, получше узнать друг друга. Вот. И тем самым стать ближе, посмотреть друг на друга немножко с другой стороны. Вот. Потому что и вы видите дочь свою под одним углом, и дочь ваша видит вас под тоже одним углом. И нет, как бы, такого вот комплексного восприятия друг друга именно в силу того, что вы находитесь, ну, как бы, в определенной ситуации являетесь, как бы, ну, заложниками этой самой ситуации, а именно быта. Вот. То есть, ну, в принципе, в подобных ситуациях где-то вот подобная консультация, да, где-то на часике или на два совместно, вот. Вот. В принципе, большая часть проблем, связанных с, допустим, коммуникацией, да, связанных с взаимопониманием решать, вот. То есть, ну, понятно, что какие-то вещи остаются, то есть это, ну, само собой разумеется, вот. Ну, понятно, что какие-то прямо вещи, они остаются, понятно, что не все вещи можно решить вот так вот сразу, да, то есть, ну, как бы, понятно, что есть свои какие-то аспекты, вот. Это, это понятно, это понятно, но тем не менее, как бы, ну, большая часть, ну, скажем так, ситуации, да, большая часть, моментов, большая часть проблематики какой-то, она решается, вот. Это, ну, важно понимать, вот, и соответственно это учитывать, вот. Если вы, может, ну, как бы, заинтересованы, да, вот, в том, чтобы, ну, в том, чтобы ситуацию разрешить, да, если вы заинтересованы в том, чтобы, чтобы проблему исправить, вот, в том числе, ну, максимально наладить отношения. Значит, значит, со своим ребенком. Вот. Такая, такая какая-то, какая-то история здесь заключается. Значит, а, ну, значит, что пишет автор. Мне 31 год, подскажите, как мне быть в ситуации с дочерью подростком 11 лет. Ну, значит, ну, то, что вы, получается, начали свой рассказ того, что вам предстоит год, ну, наверное, о чем-то говорит, да? Как минимум. О чем-то, о чем-то, наверное, это говорит. Наверное, это говорит о том, что ваш возраст вас как-то волнует, наверное. Наверное, это говорит о том, что вот возрасту вы придаете, ну, какое-то значение свое, вот. Вероятно, вот здесь имеет смысл. Задача, следующий вопрос, да? Как у вас обстоят дела с реализованностью вашей? Ну, то есть, насколько вы гармоничны, ну, вот. Ну, то есть, насколько вы себя гармонично ощущаете, да? Насколько вы счастливы, довольны, вот, своей жизнью, скажем так, вот. Довольны ли, довольны ли вы идеей в своей жизни? Ну, вот, если да, то, вот, как это проявляться, вот. Ну, если нет, то, соответственно, какие здесь проблемы? Какие проблемы? Что это за проблемы? Ну, вот. Ну, и, соответственно, все в таком духе нужно исследовать. Потому что, а, недовольство ребенка, это вот, скорее всего, ваше собственное недовольство. Таким образом, что его проявляется через ребенка. Вот. И, вызывая раздражения, всякие эмоции, это вот тоже именно вы. Именно то, что это отражение. Еще очень важный момент заключается в том, что ребенок может напоминать вам об отце. Если с отцом отношения не очень, то возникает перенос на ребенка каких-то эмоций. А у ребенка, соответственно, эти эмоции вызывают вот такую реакцию. То есть, реакция протеста, реакция не согласия, реакция агрессии и так далее. А, я, конечно, понимаю, что это переходный возраст, и у дочери большие гормоны, но как мне себя вести с ней? А, будьте все, будьте с собой. Будьте с собой, будьте разные, будьте искренние, будьте с собой. Не нарушайте ее границы и не позволяйте нарушать своих. Вот. Кстати, судя по тому, что вы пишете, дело здесь не только в гормонах и не только в переходном возрасте. Еще с совсем маленького возраста моя дочь никогда не отличалась тихим и спокойным характером. Жалобное ее поведение начали с детского сада. А тихий и спокойный характер это какой? То есть, не тихий и не спокойный характер это какой? Это любопытство, это активность, или это тревожность, рассеянность, внимание. Но жалобы такие, как мне казалось, преувеличенные, как мне казалось. Это же ребенок, у нее озорной характер, ей скучно сидеть на одном месте, она слишком активная. Ну, вообще-то это не дисциплинированность. Вообще-то. И неуважение, как бы, к тому месту, где она находится. То есть, то, что здесь вы склонны обесценивать эти самые жалобы и ее поведение, ну, это говорит о том, что вы закрываете глаза на то, что прямо вас не касается. Вот. Дальше. Ну, вы говорите жалобы на ее поведение. Как будто бы вас волнует именно жалоба. Дальше. Затем все продолжилось уже в школе, начиная с первого класса, часто жалобы на поведение, на то, что она не служит на уроке, мешает другим. Опять же, что здесь важно? Жалобы? Или ее действия? Разговаривали ли вы с ней? Говорили ли вы с ней? Об этом? Непонятно. Вы пишите, мы даже ходили к психологу школьному, на что она мне сказала, что ребенок так привлекает к себе внимание. Да, возможно. Но кто мы ходили? Кто мы? Ребенок ходил? Или вы с ней? Кто мы? Почему мы? Силу того, что я воспитываю ее одна, я в основном всегда на работе, и время, конечно, с ней провожу очень мало, я это признаю, это моя ошибка. И что вы делаете, если шанс, чтобы это исправить? Разделяете ли вы интересы своей дочери? Проводите ли вы время вместе, помимо воспитательного процесса? Или как? Но! Мы тоже были детьми, и наши родители нас воспитывали, не сидя с нами целыми днями, не водя нас по кофе или кино, или играя с нами в лего сутками напролёт. Да, только у вас была другая ситуация и другое время. Я не оправдываю себя, просто пытаюсь понять, почему, допустим, я не вела так, если я ни в школе ни с родителем ни с кем не был, и еще. Вот именно потому, что вы себя так не вели, ваша дочь себя так ведет, она отыгрывает все то, что не отыграли вы. В четвертом классе поведение моей дочери улучшила, жалоб было меньше, здесь она даже стала хорошо, закончила четвертый класс без стройки. Но здесь опять же как будто вы фиксируетесь на оценках ее и на том, что жалоб нет. В целом нет ощущения, что все успокоилось, только что получила дочь. Ну буквально, что она получила, став более удобной, непонятно. Но в пятом классе с самого начала учебного года бесконечные жалобы вызвали меня к учителям, которые сидели и говорили о том, как мой ребенок себя плохо ведет, переговаривается, оградается, учителение слушает, учиться не хочет, неинтересно, своим поведением мешает другим детям и т.д. и т.п. И что же вы чувствовали, когда вам это говорили? Что это за чувство было? И чтобы ничего, я даже иной раз думал, какие сейчас учителя нежные стали, ведь в наше время так тоже ученики не были идеальными. Я тоже учился, все как было, но учителя не жаловались по каждому поводу, а сейчас? Вот в день второй раз за текст вы обращаетесь к тому, как было. Вы лучше забудьте, как было, и смотрите на то, как есть сейчас. Но в наших отношениях к дочери все вообще плохо стало. Никогда не бывает плохо, ни с того ни с чего. У всего есть история. Если стало плохо, то стало плохо почему-то. То есть вы пишите, что он переговаривается со мной, а разве это не нормально? Огрызается, обещает и не делает. Но это подросток. Подросток активно защищает свои личные границы и отстаивает себя. Это абсолютно нормально. Подросток не будет делать ничего такого, что ему не выгодно. Какая выгода? У вашей дочери не огрызаться и делать то, что она обещает. Какая выгода? Вот в прямом смысле какая выгода? Ну и самое главное, я повторюсь, что отношения между людьми не портятся вдруг. Они портятся постепенно. И чаще всего портятся потому, что между людьми нет доверия, нет истинности, нет открытости. Знаете? Говорю, у вас только добр идти домой после гуляния с подручками. Она как во время подходит, начинает мне звонить и спрашивать. И спрашиваться, опрашиваться еще и так пока совсем ее время не выйдет. Вот есть ощущение, что вы здесь проявляете контроль. Она таким образом появляет протест против контроля. Почему сразу не решить эту проблему? Сказать, что приходи когда хочешь, но если придешь поздно, я буду за тебя переживать. И все. Тут и ваш контроль, что говорит о вашей тревожности и поведении вашей дочери, которая выступает против этого. Вот. То она наказана была, ей нельзя было выходить гулять, так она вообще перестала руки делать. Она все списывалась. Она, пользуясь тем, что я с девяти до девяти на работе, выходила в страну гулять. Ведь у меня дома нет. Но правильно, потому что наказывание ребенка, как правило, не дает, во-первых, никакой пользы, а во-вторых, ну, странно это, наказывать ребенка, полагаясь на то, что она будет сама соблюдать наказание. Вам так не кажется? Вот. А почему она должна делать уроки, если она наказана? Ну, буквально, выгода-то какая? Вы можете объяснить, зачем мне делать уроки? Если не интересно. А наказание это, по большому счету, замена эмоциональной связи с ребенком. Вот. Я не буду тебе говорить о своих чувствах, а тебе просто накажу, чтобы ты думала, что ты плохая. Чтобы ты думала, что ты плохая. Вы объясняете ребенку, зачем вы ее наказываете? Что это значит и вообще? Общение наше отвратительное, я с криком пытался до нее донести, что не нужно так соберись, что нужно учиться, нельзя так общаться, что нужно исправляться. Ох, Яна, ох, Яна. Вы пишете общение наше отвратительное. А кто общение досоздает? Вы, ваша дочь. Ну, хорошо, вы что делаете, чтобы общение не было отвратительным? Вы кричите и говорите ей о том, какая она плохая и что нужно меняться и исправляться? Как вы, кстати, должны это делать? Ведь вы пытаетесь ее переделать под себя. Поэтому менять нужно общение, вот, вам читать книжку Юлии Борисовны и Гоббинрейтер «Общаться с ребенком как?» И учиться конструктивным моделям общения. Вот это вот. Это первое. Второе. Крик откуда? Я и криком пытался до нее донести. Вот крик откуда? Крик это что? Это какое-то чувство. Ваше. От которого вы бежите. В крик. Дочь не слышит, она абсолютно непробиваемая, ей все виноваты, а она нет. А вы пытаетесь ее обвинить, вы пытаетесь сделать ее виноватой. Опять же, зачем ей признавать свою вину? Зачем? Вы это хотите? Вы вообще для дочери то чего хотите? Вот так глобально. Как будто говоришь тяну. Ну, вы говорите не на ее языке. Любое слово, и оно относится к нему ровно. Ну, потому что ваше слово не имеет веса. Потому что ваши слова не наполнены вашими чувствами. Они не несут значимости. Ей все равно, что она скатилась за троек и двоек. А почему ей должно быть это не все равно? Ну вот буквально, почему подростку не должно быть на это все равно? Современному подростку почему не должно быть на это все равно? Дальше. То родители ей телефон плохой купили, то куртка у нее плохая, то мы ничего ей не покупаем. Ну, во-первых, кто мы, а во-вторых, это очень много такой агрессии и обесценивания, это следствие вашего недовольства. Такое ощущение, что ребенок выплескает то, что сдерживает его. К слову, у ребенка есть многое. Это по вашим оценкам я полагаю, да? Все кругом плохие, она такая несчастная. Ну, может быть, может быть так, может быть нет. Так она себя чувствует. К этому важно относиться с уважением. Как минимум. И все мы на нее наезжаем, ругаем. Ну, вообще-то по вашему тексту, так она и похожа. Окей, думаю, больше не буду кричать, стало спокойно разговаривать, но толку нет. А какой от разговора должен быть толку, Яна? Вот понимаете, чем отличается общение конструктивное от общения деструктивного? Общение деструктивное, это когда я с тобой общаюсь, чтобы от тебя что-то получить. А конструктивное общение, когда я просто делюсь с тобой своими чувствами. И все. Дальше. Как будто все мои слова летят в пустоту просто. А куда они должны лететь? Ну, вот буквально, буквально, как это должно выглядеть? Ребенок должен просто брать и делать то, что вы хотите. То, что вы хотите. Или как? Или что? Ну, так не бывает. У ребенка либо есть уважение, у родителей либо есть авторитет, либо ничего этого нет, и ничего не происходит. Может быть, сначала нужно авторитет как-то заработать? Как вы думаете? Я реально не знаю, как себя вести и как с ней общаться, чтобы что? Вы не знаете, как себя с ней вести и как общаться, чтобы она делала то, что вы хотите. Понимаете? Вы же просто так не общаетесь с ней. Ведь она не помогает мне даже, не дома прибраться, не чем-то помочь, я не представляю, я ее прошу, но нет. Ну, тут важная история. Тут важная история. Чаще всего дети не хотели бы помочь, но они... Они опасаются. Чаще всего. Чего-то. Чего-либо. Начинают психовать или говорить сейчас-сейчас, а это длится часами. Ну вот, она в этом видит угрозу. Как мне быть, подскажите, пожалуйста. Пойти на психотерапию, разобраться в себе, гармонизировать свое психоэмоциональное состояние, там будет лучше. Между нами реально пропасть, да, да, недопонимание есть. У меня с мамой таких отношений не было, чтобы я их могла проецировать в своей жизни. Вы выглядите слишком правильной и слишком зажимающей себя, преодолевающей и контролирующей. Как мне себя мести? Чтобы что? Я не хочу потерять ее душевно, мне снять со сны, если я теряю ее в толпе или где-то в чужом городе. Я очень переживаю, не знаю, как мне быть, как мне ее понять, что мне нужно сделать. Но сначала поймите себя. Понять ее очень легко, просто начните ее сочет. Проводите мне время просто. Интересуйтесь ее интересами, ее увлечениями. Это просто. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.